И на этот удар он рассчитывает, но все-таки внимателен, несмотря на молодость Марвин Хеглер, не позволяет самому жесткому удару приземлиться точно в подбородок себе. Поскольку в защите Хеглер тоже был очень и очень неплох. Не только атакующими действиями он прославился, ведь приходилось ему встречаться и с такими мастерами атаки, как тот же Томас Хирнс, который большинство боев заканчивал нокаутами. Или же Мустафа Хамшо. Или Хуан Ролдан. Не выходит Юджин Харт на девятый раунд и благодарит за хороший урок своего соперника Марвин Хеглер. Ну а сейчас мы увидим английскую разборку между Крисом Юбенком и Карлом Томпсоном. 18 июля 1998 года в Шеффилде состоялся поединок за титул чемпиона WBU в первом тяжелом весе между многолетним чемпионом в суперсреднем весе и одним из лучших боксеров этой весовой категории 90-х годов. Крисом Юбенком, он в желтых трусах, и Карлом Томпсоном по прозвищу Кот, который на тот момент был действующим чемпионом мира. В предыдущей их встрече, которая состоялась ровно за три месяца до этого поединка, уже выигрывал Томпсон у Криса Юбенка. Выигрывал с небольшим преимуществом, бой проходил в Манчестере, и многие были этому обстоятельству удивлены, поскольку, даже несмотря на то, что это была новая категория, для Кристофера Ливингстона Юбенка, таково его полное имя, все-таки он считался куда более искусным боксером. Но стало очевидно, что бой против Джо Кальзаги, который состоялся в октябре 97-го года, когда Кальзаги выиграл в одну калитку, хоть и по очкам, но послал в первом же раунде в нокдаун Юбенка и завоевал титул WBO, стало ясно, что Юбенк уже не тот. Это был 50-й бой ветерана, и несмотря на то, что по боксерским меркам он был не такой уж и старый, 31 год всего лишь, все-таки 7 лет боев на высшем уровне его утомили. Он заявил о себе впервые громко в 90-м году, когда нокаутировал Найджела Бена и стал чемпионом WBO в средней весе. Затем в 91-м уже выиграл титул и в суперсреднем, и довольно долгое время защищал этот пояс. Объединительный бой против Найджела Бена не удался в том смысле, что никому не удалось стать обладателями поясов сразу по двум версиям. Была зафиксирована ничья, но действительно Крис Юбенк оставался многими любимым боксером, несмотря на свое поведение, непростой характер, любил менять и тренеров, и менеджеров, любил в прессе высказываться, мягко скажем, неоднозначно. Он принял ислам, вообще жизнь его побросала, начинал он тренироваться в США, провел несколько боев здесь, но предпочел вернуться в Англию и больше Атлантику не пересекал. А вот в Европе и в Африке подраться самое милое дело, и в Португалии проводил бои, и в Германии, и в Южной Африке, в Египте. Так что прилично помоталась судьба боксерская Криса Юбенка. Он выигрывал у таких сильных боксеров, как Майкл Уотсон, как Тулани Малинго, как Линдл Холмс, Грациано Ракижани, о Найджеле Бенне я уже говорил. Но вот Стив Коллинз победил его в 95-м году дважды и отобрал титул WBO. И по сути эти поражения стали началом его заката. Первое поражение в 95-м году он потерпел до этого безупречный послужной список 41 победа подряд. Карл Томпсон не изменял никогда своей манере ведения поединка. Он не очень зрелище, а вот концовки в его исполнении очень и очень эффектные. Дожидался, изматывал он противника до такой степени, что тот забывался буквально на мгновение. И Томпсон ловил его на этой забывчивости и дело кончалось тяжелым нокаутом. А вот сейчас типичная ситуация, в которой в каждом бою буквально с сильным противником попадал Карл Томпсон. Такое впечатление, что он поплыл после попадания слева Криса Юбенко. Но мгновенно восстанавливается и начинает контратаку по сопернику, который ожидал совершенно другого. Что вот сейчас он отправит на настил ринга своего противника. Не тут-то было. Манера и умение восстанавливаться Карла Томпсона просто потрясает. Не в свою категорию, конечно же, забрался Крис Юбенко. Он средний вес, представитель суперсреднего веса, но никак не первого тяжелого. Рассчитывал, конечно, что хватит ему мастерства, хватит скорости, скорости рук, для того, чтобы справиться с более мощным Томпсоном, который всегда выступал в этой весовой категории. И у которого за плечами очень неплохие победы были. Такие, например, как над Артуром Уиверсом или же над Ральфом Ракижиани. И вот только за его пояс, первую же защиту он проводит в Британии против одного из лучших боксеров Туманного Альбиона. Ну, Карл Томпсон никого никогда не боялся. Особо популярным он не был. На него никогда не делалась ставка даже в пору его чемпионства. Это удивительный момент. Несмотря на то, что, да, конечно же, с ним работали хорошие промоутеры, но большим чемпионом его никогда не считали. И вот два боя против Криса Юбинга это мнение во многом исправили. Но ненадолго, поскольку уже в следующем своем поединке он уступит титул Джонни Нельсину. Самое, наверное, тяжелое поражение в карьере Карла Томпсона. Ну, а для Криса Юбинга, я немножко забегая вперед, скажу, что этот бой стал последним в карьере. Он решит уйти из бокса. И, наверное, это решение будет абсолютно правильным. Пришло уже новое поколение бойцов. И уставшему Юбингу на ринге делать было, по сути, нечего. Ну, а Карл Томпсон, несмотря на то, что он старше Юбинга, на момент их встречи, 34 года уже Томпсону, будет выступать. И когда ему пойдет уже пятый десяток, станет еще чемпионом Европы. Затем выиграет титул IBO. Ну, в сорокалетнем возрасте запишет единый.